Северные жемчужины Эрнста Келлера Денису Вячеславовичу в составе конкурсного жюри предстояло оценивать выступления маленьких музыкантов. И сыграв для них первым, он обратился к ребятам с небольшим напутствием. И хочу пожелать всем маленьким участникам этого праздника, музыке, выходить на сцену с удовольствием и радовать слушателей и жюри. А мы не будем к вам очень строгих. Весь февраль воспитанники ведущих музыкальных учреждений курортного района и города Кронштадта готовились к этому важному событию. Решающий третий этап фестиваля вслед за отборочным туром и репетицией проходил в концертном зале детской музыкальной школы номер 20. На протяжении двух дней здесь заслушивали выступления исполнителей младшей, средней, старшей и юношеской групп. Ребята исполняли композиции на фортепиано, на народных инструментах и инструментах симфонического оркестра. Фрагмент последнего направления мы представляем в нашем репортаже. Февральский музыкальный фестиваль Февраль является событием очень значимым. Для ребят он предоставляет отличный шанс показать свои умения знатокам и ценителям музыкального искусства, в числе которых заслуженный работник культуры, доцент педагогического университета имени Александра Герцена Ирина Станиславовна Михайловская и куратор струнного отдела музыкального училища имени Николая Римского-Курсакова Анна Михайловна Платонова. Подарок для победителей заготовлен торжественный. Лауреаты районного фестиваля с музыкой в новый век сыграют в Мариинском театре. Лауреаты районного фестиваля Лауреаты районного фестиваля